Да, это Пашек Татаян и Горшевеля. Моменты, правда, все равно наши победили. В тайском боксе, точнее, в кик-тай боксинге примерно такая же ситуация. То есть тоже вот сербы, хорваты, македонцы, Черногория. Нет, давайте сейчас про кик-тай боксинг. Про кик-тай. Наверное, примерно такая же ситуация, потому что одна та же федерация, ВАКУ, наверное... Да, приблизительно так, приблизительно так. Ну, здесь достаточно много спортсменов, которые и проживают рядом, и полностью выставляются команды. Кстати, Россия была одна из немногих стран, которая привезла полную команду. Представьте, эти соревнования проходили по трем разделам. И в нашей федерации... Да, и кроме того, как говорил Вадим Украинцев, в связи с объединением двух международных федераций, и в том числе и в России эти федерации объединенные были, не как обычно один человек в весе допускался к соревнованиям. Вот на этих соревнованиях допускалось два человека в весе от страны, от России. И да, конечно, если полный состав по два человека в весе, это огромная команда. И вот в начале программы мы видели, когда наша команда шла, действительно очень большой состав. И мы-то знаем, что стоит организовать выезд такой большой команды представительной. Да, это на самом деле сложно, тем более страна такая интересная, очень много исторических памятников, но она, как бы сказать, напоминает немножечко Россию 90-х годов, то есть период становления страны, именно период становления страны. Причем очень хороший, вот как раз у нас показывали сейчас Энио Фальсони, президент Федерации Ивака. Здесь в большом спортивном комплексе проходят вот эти бои. Причем установлено два ринга и площадка для слайд-контакта. То есть именно сразу же проходят по трем разделам соревнования. Да, наверное, зрителям было тяжело смотреть, потому что глаза разбегались, особенно когда именно вот разные разделы. Ну, зрителей, правда, было много. Кому что нравится. Лайт-контакт – это легкий контакт, там в основном техника, техничные спортсмены, очень быстрые и очень техничные. Интересно, вот в России вообще лайт-контакт пользуется интересом? Как вот, потому что вот есть такое мнение, что вот эти полуконтактные поединки или вообще бесконтактные поединки, они как-то не очень ложатся на душу россиян. Ну, тут сложно сказать. Но знаете, самое интересное? Киктайом в России занимается не очень много людей, не очень много спортсменов. А вот лайт-контактом очень много. Почему? Доступный вид. Может заниматься спортсмен, не обладающий нокаутирующим ударом, но имеющий очень хорошую технику. И лайт-контакт, он более популярен, чем пока киктай. Ну, киктай может быть только начало. Только начало. Мы сборную команду вывозили вот сейчас в Македонии. И перед этим, когда был организован этот раздел, еще на чемпионат мира в Марокко, в городе Гадир. А как часто чемпионаты проходят? Ежегодно или там раз в два года? Нет, здесь идет система. Допустим, в этом году, вот в 2006 году прошел чемпионат Европы. Значит, в 2007 году будет чемпионат мира. А на чемпионат мира отбираются, выставляются команды стран? Или чемпионат Европы появляется как бы отборочным к чемпионату мира? Нет, сборная команда, национальная сборная команда страны. Потому что в разных видах и наборах совсем разные системы. Знаете, может быть, вот эта система правильная. Когда мы проводим чемпионат России, по итогам чемпионата страны отбираем сборную команду. И именно эта сборная команда, после проведения учебно-тренировочных сборов, а эти сборы как раз к Европе мы готовились под Москвой на базе Полушкина, на спортивном комплексе Полушкина, вот этой базы. И после этого сразу выехали на чемпионат Европы. То есть, может быть, это правильно еще раз. Вот, знаете, есть же другая система. Вот, например, чемпионаты России даже проводят разные федерации по-разному. Если в некоторых видах и наборах проводятся команды регионов, выставляются на чемпионат России, то в некоторых федерациях выставляются команды федеральных округов. А федеральные округа до этого проводят свои отборочные соревнования. Также и в международной федерации некоторые проводят, не национальные сборные страны выставляются.